На этом уроке я хочу с вами поговорить немножко про ЦЛАХ, ЦИЮНЛИНЕФЕШХАЯ, это аббревиатура ЦЛАХ к Талмуду. И автор этой книги, Рави Хескин Ландау, больше всего известен по своим вопросам и ответам НОДАБИ ИГУДА. А мы когда с вами в серии уроков Хекер Халаха, где я переводил охроним к Шухонаруху, мы переводили немножко его пометки к секции Орахаим, называемый Дагуль Мирвава. Помните? Дагуль Мирвава, НОДАБИ ИГУДА и ЦЛАХ, это все один и тот же человек. Был главным раввином Праги, очень известный и мудрый человек. На самом деле их часто вот, когда упоминают, упоминают два мудреца, которые жили в разных местах, но в чем-то они похожи, и один все время цитируют другого. Это Хатам Сойфер, Раби Моша Сойфер и вот Рави Хескин Ландау. Часто вот Хатам Сойфер и НОДАБИ ИГУДА, и бывает, что Шувы Хатам Сойфера связаны как-то с НОДАБИ ИГУДА. Бывает, что цитируют Хатам Сойфер и книгу ЦЛАХ, и другие. Но, конечно, НОДАБИ ИГУДА больше всего его цитируют именно вопросы и ответы. Этим он прославился больше всего, Шэллот Витшувод. А наша серия уроков, я не знаю, когда-нибудь я перейдули к вопросам и ответам о Хрониме, их слишком много, я не знаю, буду ли я даже когда-то пытаться это сделать. Мы делали серию уроков вопросов и ответов решением, респонса решением. А вот о Хрониме ответов очень много, и мудрецов Шайлот Витшувод огромное количество. Но вот что касается охроним Талмуда, самых известных, без сомнения, ЦЛАХ тоже попадает в эту категорию, поэтому я хотел перевести хоть небольшой отрывок. А вот с Хатам Сойфером я сам не знаю, как поступить, потому что есть разные издания его Хидушей к Талмуду. Одни отдельно напечатаны конкретным трактатам, только некоторым трактатам Талмуда. А есть у нас в обычном издании Вильнисовского Шасса просто пометки Хатам Сойфера, похожие по стилю на пометки к Шухонаруху, как я переводил, опять же, в серии Хекер Халаха, я переводил Хатам Сойфера тоже, один урок сделал по нему. Так вот его пометки к Шухонаруху здесь похожи на пометки, которые, например, есть в каких-то трактатах Рави Моша Сойфер, обычно всего несколько пометок на целый трактат, и тогда он попадает уже в категорию других охроним, которые понемножку каждый написал, которым я буду, обращусь после того, как закончу, вот с главными охроним, которые печатаются отдельно, у которых подробные комментарии. Я хочу вернуться назад к обычному изданию, как говорится, «Вдовы и братьев Ром», обычное издание Талмуда, которое мы все используем. Вот там вот разные охронимы, в том числе Рави Моша Сойфер немножко, может быть, я оттуда как раз переведу. Но вообще не очень понятно мне, почему какие-то трактаты, вот когда они издают разные издания, например, я вижу на барыландском диске Хатам Сойфер к Кедушину, есть всего один маленький Хедуш, и все, ко всему трактату. А есть трактаты, которым очень подробно все. Поэтому, не знаю, может быть, возьму я оттуда и оттуда, как мы сделали в случае Маршаля. Но вот что касается Ноды Бейхуда, насколько я знаю, в обычных изданиях Талмуда нету пометок Ноды Бейхуда, а вот есть его Цлах, который издается отдельно, и во многих синагогах есть Цлах, Цюнлинефишхая. И я взял из трактата Брахот некоторые отрывки, и в него немножко цитирует и Мишна Брура в отдельных законах. Я решил сзазать на 20-й странице какие-то отрывки, просто перевести для вашего удовольствия. Ничего специального я не выбирал, просто какие-то отрывки. Понятно, что во многом стиль всех этих мудрецов похож. Если еще стиль Халахе, я могу легко отличить. Если мне кто-то прочтет, я закрою глаза, мне кто-то прочтет, например, отрывок из Шухана Рухараф, или из Кафахаим, или из Аруха Шухана, или из Мишна Брура, я обычно могу их отличить. А вот в отношении охроним, которые писали их и душем к Талмуду, я во всяком случае, мне трудно увидеть большую разницу между тем, как, например, комментирует обычно тот же Хатам Сойфер, или Нода Бейгуда, или Рабики Вейгер, или многие другие мудрецы. Так вот, значит, ЦЛАХ, страктат Брахот, 20-я страница, вторая сторона страницы. Значит, о чем здесь речь? Что обсуждается в нашей Мишне, что обязаны или не обязаны делать женщины. Говорится, что ШМА они не обязаны читать, а молитву Тфила они обязаны молиться. И на все это есть нюансы, что значит не обязаны читать ШМА, даже первый стих, что ли, не обязаны. А что насчет молитвы, что имеется в виду, они обязаны молиться ШМАНЕСРА все три раза, или два раза, или один раз, или вообще не обязаны ШМАНЕСРА молиться, а просто должны хоть как-то молиться Тфила, да, сказано молитва Тфила. Что именно имеется в виду, что женщины обязаны. Понятно, что во многом Тора освободила женщин, потому что они заняты с детьми. И трудно, так сказать, концентрироваться на времени, да, поэтому заповеди, которые зависят от времени и положительные, обычно женщина освобождена. Это вот как раз то, что здесь касается Талмуд, насчет ШМА. Что, конечно, говорит ШМА, женщина освобождена. Это же МИЦВА ТАСЕШИ АЗМАН ГРАМАГИ, Талмуд говорит, да. Зачем нам говорить, что женщина освобождена от ШМА? Мы так это знаем. Это положительная заповедь, которая зависит от времени. И на это ГИМОР отвечает, что мы могли подумать, что ШМА такая важная митсва центральная. Каббалат Оль Малхуд ШМА им называют наши мудрецы. Принятие, так сказать, ИРМА службы Всевышнего, службы небес. Мы могли подумать, что и женщины должны это делать. Между прочим, Шухонарх так на самом деле и постановляет, что женщинам тоже следует читать первый стих ШМА. Но вот ГРА считает, как Пашут Лышон нашей ГИМОР, что обязанностей никакой нет. Это может быть желательно. Так желательно и другие молитвы, чтобы женщины произносили. Но, по крайней мере, обязанностей никакой нету, по мнению ГРА. Как бы там ни было, значит, данный мудрец, Раби Хескл-Ландау, пишет следующее. Афальгав, да масяхет брахот хи масяхет решона бешас. Говорит, хотя масяхет брахот, это, конечно, наш первый трактат в Талмуде. Говорит, что сам принцип, что женщины освобождены от митв, которые зависят от времени, это как раз в Кедушине. Тот трактат, который сейчас изучают в Дафьеме, скоро дойдут ближе к концу первого перека. Будет вот мишна, что митвы, которые зависят от времени, положительные митвы, женщины обычно освобождены, кроме каких-то исключений. Так вот, могли подумать, что, на самом деле, раз в Кедушине гораздо позже будет этот трактат, то поэтому сейчас сразу в трактате брахот рэбби нам сообщает, что женщина освобождена от шма. То есть, в смысле, в чем сложность Талмуда? Что мы и так знаем общий принцип, что женщина освобождена от шма, потому что шма зависит от времени, это положительная заповедь. Ну и что? Это мы только узнаем в трактате Кедушин. А сейчас рэбби сразу в трактате брахот нам сообщил это, в чем куча, что это также можно выучить из трактата Кедушин гораздо позже. Так отвечает на это Что говорит, что так как это общий принцип по всей Торе, что женщины освобождены от положительных заповедей, которые зависит от времени, то лучше бы рэбби тогда подождал, пока дойдем до Кедушина и узнаем этот принцип. То есть, зачем приводить конкретный пример здесь в трактате брахот, если у нас будет общий принцип в трактате Кедушин. Если уж хотел рэбби сообщить нам, что женщины освобождены от шма, то сообщил бы нам заодно весь принцип, который в Кедушине он нам сообщил, он мог сообщить это в брахот, что женщины освобождены от тех миц, которые зависит от времени, которые положительные, включая шма, например, так мог сказать. Раз он не сказал это здесь, значит, поэтому, кушая геморры, что зачем Мишни упоминать, что именно шма женщины освобождены, раз есть общий принцип, и шма не исключение из этого принципа. Зачем упомянуты в нашей Мишни именно шма? И другие. Здесь есть еще примеры в Мишне того, что женщины освобождены. И вот на все это гемора пытается объяснить, почему это сказано в Мишне. Чтобы могли подумать, что женщины таки обязаны делать эти мицвы в случае шма, потому что это такая центральная мицвы. Окей, следующее. Уми на тфилин, пшито, да, это теперь то, что женщина освобождена от филина, тоже по той же причине, пшито. Очевидно, что они освобождены от филина. Что гемора на это отвечает? Я не иду дальше по цлаху, пока не поймем, что сама гемора сказала на этот вопрос. А именно, ведь женщина обязана иметь мизузу. Если женщина так живет одна, например, в доме или у нее своя комната, мизуза, женщины обязаны вешать мизузу. И она не зависит от времени, разумеется. Мы могли подумать, что раз тфилин и мизуза в Торе упомянуты подряд, они как бы хекиш есть, есть сравнение между тфилином и мизузой, то мы могли подумать, что из-за этого женщина обязана и тфилин тоже надевать, раз они обязаны мизузу вешать. Поэтому Камаш Малан, да, учит наше мизузу, что от тфилина женщины освобождены. Теперь пишет на этот цлах. Так на этот тфилин спрашивает другой вопрос, который гемора здесь не спросила. А почему вообще мы так уверены, что женщины освобождены от тфилина? Ведь на самом деле, то, что мы говорим, что тфилин зависит от времени, то есть его не надевают ночью, не надевают в субботу и в праздники. Это не по всем мнениям. Есть мнение, в другом месте Талмуд обсуждает, что мнение Раби Мейра и Раби Гуды, что женщины таки обязаны надевать тфилин. И что действительно тфилин не зависит от времени, что и ночь время тфилина. Ночью по другой причине запретили надевать тфилин, вдруг человек уснет в тфилине, но, по крайней мере, в принципе, ночь – это время тфилина истории. И так же и в субботу, и в йомутах, по мнению Раби Гуды и Раби Мейра, нужно надевать тфилин. Значит, это все кушает ражбат. Почему здесь геморы считают так очевидным, что от тфилина женщины освобождены? А... На данном этапе геморы еще не знают про этот хекеш, про это сравнение. Он, видимо, ссылается на то, что он раньше написал, то, что мы не читали с вами. В любом случае, этот хекеш, он не открыто не сказан в Торе. Что это, наоборот, как раз в геморе кедушин, вот в этой суге, насчет того, что женщина обязана или не обязана, и там приводится этот хекеш. Поэтому все равно непонятно, как же гемора так считает пашут, таким очевидным, что женщина освобождена от тфилина. Почему-то нашему автору Мишни не сказать хотя бы в этот новый хидо, что женщина освобождена от тфилина, например, потому что это сравнивается с изучением Торы, который тоже освобождена женщина. На самом деле, когда тот, кто спрашивает наш вопрос, гемора там спрашивает, он даже какой-то конкретный мудрец спросил, пшито, очевидно, очевидно, что женщина не надевает тфилин, не обязана надевать тфилин. Когда этот вопрос был задан, то автор этого вопроса, на самом деле, считал, что очевидно, потому что тфилин действительно митца, которая зависит от времени. И как Раши действительно объяснил. И как Раши действительно объяснил, что это не так, что это не так, что это не так, Кажется, он хочет сказать, что тот, кто спрашивает вопрос, возможно, он знал, что есть теоретически мнение, что тфилин надевают и ночью, и в субботу. Но если бы наша Мишна хотела сказать, что Халаха не как это мнение, что Стам Мишна идет, Рэбби хотел сделать Стам Мишна как мнение, что Халаха, что тфилин не относится ночью или в субботу, а посему это митва, которая зависит от времени и значит не относится к женщинам. Но почему так открыто Мишна и не говорит? Могла бы Мишна так сказать, как раз броход подходящее место для такой Мишны. Сказала бы Мишна, тфилин эйна нахек, эле бьемот ахоль, или как-то так, эйна нахек бешабатот вьем им тавим, а Мишна ничего этого не говорит, а говорит только про женщин. Значит, наверняка Стам идет здесь как очевидное, что тфилин не относится в субботу ли или ночью ли, но по крайней мере, что тфилин зависит от времени. Поэтому тот, кто спрашивает, спрашивает Пшита. Если Мишна уже говорит, что женщина не обязана, значит уверен он, что Мишна идет как мнение, как большинство мнений, что тфилин не относится в какие-то времена года. А раз так, то это Пшита тогда, что женщина не относится. Так вот, кто-то отвечал, он мог бы ответить по-другому, чем он ответил. Он мог бы сказать, что на самом деле, наша Мишна не берет никакую сторону диспута, нужно ли в субботу надевать тфилин или нет. Но наша Мишна считает, что женщины в любом случае, даже по мнению, что тфилин относится в любое время года, все равно, так как он сравнивается с Тальму Тора, не относится к женщинам. И это то, что хочет сказать Стам Мишна, что по всем мнениям не надевают тфилин с женщиной. Он хочет сказать, что ответ в результате геморы лучше, чем этот предполагаемый ответ, который он дает. Потому что он хочет сказать, что даже если тфилин относится только в определенные времена года, мы могли бы подумать, что все равно тфилин относится к женщинам, потому что он сравнивается с Мизузой. Поэтому Камаш Мулан, что мы не учим из Мизузы. И в этом Хидуш Мишны, что в любом случае тфилин не относится к женщинам. Значит, тогда, говорит, можно заодно объяснить и то, что сказано про Шма. Сказано было, что Шма к женщинам не относится. Считает автор, что это включает все три параграфа Шма. А значит и упоминание исхода из Египта. Я когда-то на другом уроке упоминал, что Магин Абрам таки не согласен с этим. Считает, что третий параграф Шма относится к женщинам. Потому что они должны вспоминать об исходе из Египта. Но вот... Но Игуда, похоже, так не считает. Он хочет сказать, что мы могли бы подумать как раз, что к женщинам относится чтение Шма хотя бы третьего параграфа из-за того, что нужно вспомнить про исходы из Египта. Так как есть мнение, что это как раз не зависит от времени. То есть почему не сказать, что Хидуш нашей Мишны, что мы отсюда учим все-таки, что и Ецет Митсраим, это Митсва, зависящая от времени. И посему мы, женщины, освобождены. Он отвечает, что согласно тому, что он написал, можно ответить и на этот вопрос, так же, как на предыдущий. А именно, что если бы действительно цель была упомянуть, зависит или не зависит от времени, а не именно по отношению к женщинам. Если цель нашей Мишны была не упомянуть, что обязаны или не обязаны делать женщины, а упомянуть, относится ли упоминание исхода из Египта по ночам или не относится, то так бы и сделали. Тогда бы эта Мишна именно это упоминала. Если бы действительно цель была в отношении ночи упоминать исходы из Египта, то тогда это и должны были бы упомянуть в нашей Мишне. Если бы действительно цель была в отношении ночи упомянуть исходы из Египта, тогда бы точно знали, что и женщины не обязаны это упоминать. Но наверняка дело не в этом, а здесь об этом речь не идет вообще. Но интересно, что получается, по его мнению, Лихора тогда поддерживает магин Аврама, а не как я до этого сказал, что получается только по мнению, по которому ночью не упоминают исходы из Египта, он считает, тогда женщины будут освобождены. А вот если нужно упоминать исходы из Египта ночью, как мы постановляем, то и женщины тогда обязаны. Потому что, как вы знаете, то, что я говорил на другом уроке, Шага Тарье считает, что если есть отдельно заповедь днем упоминать исходы из Египта, то отдельно ночью, это две разные заповеди, и каждая из них зависит от времени. А посему, ну, неважно считать ли это отдельными заповеди в отношении 613, и будут ли это две заповеди в общем подсчете или нет, но, во всяком случае, это отдельные части заповеди, и поэтому женщины в любом случае освобождены, по мнению Шага Тарье. И так кажется обычай, что большинство женщин не пытаются упоминать исходы из Египта, особенно еще и дважды, да, и днем, и ночью. Окей, еще один подобный отрывок. Бемезузотпшита, да, очевидно, что мезузы женщины обязаны вешать, потому что они не зависят от времени. Здесь геморротов, честно, могли подумать, что мезуза сравнивает с Тальмутторой, поэтому женщины будут освобождены. Но интересно, что он спрашивает, а почему и сказать наоборот, что так же, как мы до этого сказали, может быть, тфилин сравнивается с мезузой, может быть, мы можем сказать и наоборот, мезуза сравнивается с тфилином, что если тфилин женщины освобождены, то наоборот, от мезузы будут тоже освобождены. Почему так гемора не спрашивает? Викен хатарцэн, где мешані лей маху дэте, маху илвейт кешлі Тальмуттора, лама гуцрах, ляхадыш хидуш Тальмуттора, лама лосаге лей хекеш дэ тфилина. Опять же, почему действительно гемора упомянула только ответ про может быть мезуза сравнивается с Тальмутторой? Почему не скажешь, сравнивается с тфилином, как мы уже упомянули? Ви гарэ мезуза и тфилин иткеш бэ парша решона, улитаму тора, иткеш бэ паршиш ния. Говорит, что если посмотреть на стихи, да, мезуза написана рядом с тфилином в первой парше шма, а во второй парше она написана рядом с Тальмутторой. То есть, получается, что лучше бы из первой парши, там, где хекеш тфилина и мезузы упоминаются, на это бы сказать, что могли подумать, что в этом здесь хекеш. Хаву лели лихави хамугдам бепарша нужно было бы сначала то, что раньше упомянуть. Виам нам аля тарцин икали мимар денейхелей лихави хекеш лимезуза литаму тора шишнеем домим шишнеем хем митсватасе шило хазман грамма. Он говорит, что может быть ответ в том, что могли подумать именно, что мезуза сравнивается с Тальмутторой, потому что и то, и другое не зависит от времени. И все равно женщины освобождены от Тальмуттора. Машен кен тфилин, но тфилин, он не похож на мезузу так уж, потому что он еще и зависит от времени. Эйна домили мезуза шайале тфилин гамм митсватасе шазман грамма. Виавши эйн мишевим аля хекеш меколь маком нейхалей лихави хадоме мамаш. Хотя говорит, что на хекеш мы обычно такие вопросы не задаем, но лучше все-таки, когда более похожи те митсвы, которые здесь в данном случае есть хекеш, как казалось бы, что есть хекеш, что они сравнимы, написаны рядом, то мы хотим все-таки те митсвы, которые более похожи, сравнить. Виавшаши лазеки ванраши бедиври амадхиль мекиш мезуза и так далее ма тальмуттора нашим патурот афальгав де эйн азман грамма что поэтому и Раши где-то упомянул конкретно, что Тору не зависит от времени. Зачем ему это вообще упоминать? Он говорит, что женщины освобождены. И он подчеркивает, что Тальмуттора похожи, получается, на мезузу в этом. Все равно вопрос наш остается не к тому, кто ответил, а к тому, кто задал вопрос. Почему вообще геморроз дает вопрос, что пошут, что очевидно, что мезузу женщины должны вешать? Если мы уже знаем, что у нас есть хава-мина, что мезуза и тфилин похожи, и до этого мы так ответили, почему упомянут тфилин, что женщина освобождена от тфилина, также нужно было упомянуть, что женщина обязана вешать мезузу по той же самой причине, что вдруг она сравнивается с тфилином. Он говорит, что на самом деле, если бы действительно это был бы хэкеш, если действительно это было бы сравнение тфилина и мезузы, то мы бы сравнили в строгую сторону, а не в мягкую. Мы бы тогда тфилин сделали как мезузу, а не мезузу как тфилин. То есть, если женщины обязаны вешать мезузу по умолчанию, раз это митва не зависит от времени, то они обязаны были надевать и тфилин, а не наоборот сказать, что они освобождены от мезузы, потому что освобождены от тфилина. Что говорит, что если бы не хэкеш с тфилин, как мы сказали, то если уж сравнивать тфилин и мезузу, то мы бы строгую сторону сравнивали в мягкую. Но все учится и с тфилинами тора в результате. Потому что там невозможно и в шарламале и фох, да, драба, нехайвингу гамби тфилинами тора. Потому что там, говорит, невозможно сказать обратное, что если мезуза сравнивается с тфилинами торой, скажем, что так же, как женщины обязаны вешать мезузу, так же обязаны изучать тору. Шаребе гадия, патрингу, рахмана, что это, говорит, открыто Всевышний освободил их, как Гемора Кедушин учит. Поэтому они именно отвечают, что сравнивается с тфилинами торой, что там однозначно освобождены женщины. Умаши, да, что могли подумать, что сравнивается с тфилинами торой, но они не подумали бы, что из-за этого тфилинами тора будут обязаны женщины, так же, как мезузу. Только в эту сторону может быть хэкеш, что тогда бы и женщины освобождены были от мезузы, если бы этот хэкеш работал. Умаши накид раши, кан, бедиврям, адхиль, накиш, мезуза, дарахмана, патрингу, диктив, вэли матем, адбнейхэм и так далее. Убеки Душин тоже, говорит, написал раши, диктив, влебанеха, вэлолебнотеха. Вроде бы, раши сам себе противоречит, да, что здесь говорится, что написано лиматем адбнейхэм, а в кедушинге, потому что написано ливанеха, да, вишинантам, наверное, ливанеха, то есть он из другого стиха доказывает. Что говорит, раши в кедушинге упоминает стиху из первой паршишма, потому что там также говорится про хекеш тфилина и талмуторы, и это все в первой паршишма. Тоже. Это только во второй парше такое сравнение, что про талмуторы и про мизузу подряд говорится. Поэтому и здесь раши, соответственно, цитирует стих из второй парши. В общем, видите, насколько у него все запутано, и главное, что большинство такого типа пилпуев никуда не ведут, хотя есть иногда халахические следствия, как я говорил, но вот это вот тип изучения, который, как правило, только вот развивает мозг и упражнения для мозга, но очень трудно, и очень, так сказать, много вот таких вот хава-минут, почему не так сказано, почему по-другому сказано. Я видел в одном из писаний учеников Гра, что он говорит, я услышал, в его время как раз вышла книга Цлах, уже стала набирать популярность, он говорит, я слышал про эту книгу, он говорит, я лучше буду есть мясо, чем овощи. Это он намек сделал, да, он профразировал фразу из Геморы Кедуши, из Геморы Шаббат в конце, что он хочет сказать, что я лучше практически буду изучать, чем вот эти пилпуевы бесконечные. Гра тоже обычно такое все не любил, и считал, что можно так постоянно хариф вот развивать, вот эту остроту, и постоянно еще кушать спросить, и еще ответ, и так вот нету этому конца. Вот в Ешивах именно так изучают. Поэтому Цлах, он, конечно, продукт своего времени, и вот пюпула, который был тогда так распространен, но лично мне вот тяжело такие вещи изучать, я обычно стараюсь больше вот концентрироваться на концентр комментариях Шуха Наруха, или на тех охроним к Талмуду, которые ближе все-таки к простому смыслу пытаются, и вот такие вот бесконечные каверзные вопросы, они очень много в них как бы дают с холастикой своего рода, но тем не менее, это тоже Тальмуд Тора, без сомнения, и может быть даже это самое величие Торы, согласно литовским Роши и Шива. И на этом я на сегодня закончу. Урок по сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова